так переключилась вот вам автобус городской затемненные стекла чтобы там не 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 палила солнце сильно там есть кондиционер очень хорошо там в автобусе чисто есть кондиционер вот так это частные дома у нас здесь вот такие особнячки так и наверное я сейчас вас повожу по улицам здесь как обычно показать бы дома что здесь даже за дома у них есть сейчас но этот может быть сдается в наем что-то он большой этот так сейчас маленький такой старенький лодка такая у него тоже старенькая такая маленькая ничего здесь такого красивого нет а я здесь по моему когда-то даже может и есть за маленький дом опять уже маленький дом зарос красивые такие у них тут растения да тоже да нет не маленький у него башни вон с двумя гаражами есть ой за мной машина я не видела сейчас мы поедем немножко побыстрее мы ее пропустим так тоже двумя гаражами дом старый трейлер у человека поставлен так старые старые дома одноэтажные вот такие здесь еще эта постройка не знаю может они конечно отфиксированные фикс это ремонтировать до исправлять ой вот он траву резать приехал выехал на своей машинке старые дома вообще флорида вот когда я приехала вот здесь море такое шикарное да все такое красиво ну вот природа деревья кустарники но такие же красивые правда вообще необычные цветы при том цветет все время и зимой и летом все такое ну то есть сначала одно цветет потом другое цветет очень красиво но что мне здесь не понравилось по приезду это вот дома людей они такие маленькие вот поверьте что америка там в центре в других штатах выглядит немножко но не во всех штатах конечно выглядит немножко иначе то есть не вот такие вот примитивные дома знаете а все таки побольше получше а вот вот это конечно я отметила про себя что ну как то так ну и объясняется это тем что штат очень что штат очень-очень-очень старый и сейчас я остановлюсь выпускаю человек едет выезжает со своего гаража на линкольне между прочим вот вот такой вот у него машина хорошая такая и вперед и с ювелинка вот и это так вот поражает поначалу когда приехала поразила и вот после того штата где мы жили ну вот но вот эти дома хорошие конечно они на воде стоят эти дома классные а ну-ка сейчас вот так вот да показала их вода там лодки у людей домик опять маленький малюсенький это сервис какой-то приехал ремонтный человеку и стоят они близко к друг другу вот такая вот территория здесь сжатая контейнеры вы видите вот на но около почтовых ящиков сюда надо вперед контейнеры с мусором стоят не с мусора с утилизации там в одном контейнера пластик в другом бумага это значит у человека день за забора мусора в этот день он выставил вот дом хороший да классный как башенка ну правда три этажа скакать по этажам конечно но видно земли мало у него и выстроил он три этажа так вот такой вот дедушка стоит пьет что то так так это все на воде дома они будут стоят дороже лодки люди вот трехэтажных тоже когда вы выбирали наш дом приезжали мы здесь обходили многие дома и в трехэтажном тоже я была но лестнице особенно в таких вот башенных домах лестница конечно получается крутая там знаете вот поэтому конечно но не знаю что-то наверху забыл бежи на этот третий этаж забирать то что ты оставил там да единственное что вот неприятно мусором вынесен наружу здесь люди ждут мусорную машину так вот эти все это вот вот эта сторона которую вы видите она стоит на воде ну а мы с вами движемся дальше старая старая территория да и вот почему во флориде такие вот дома старые потому что очень давно застроена почтовую машину сейчас посмотрите вот почтовая машина американская UPSS написано она в развозит посылки и письма по почтовым ящикам останавливаться около почтовых ящиков и бросает вот да так почему дома такие вот даже некоторые есть примитивненькие потому что все-таки устроилась очень давно эта территория застраивалась и человек селился на воде все время и ушел именно к воде поэтому старая такая территория люди хотели жить конечно на воде и ловили рыбу и лодки и про прочее прочее поэтому поэтому так и выглядит вот так заросшие все такое заросшие кущи райские кущи ну так ничего но стоимость здесь будет такая немаленькая вот на траву поставил вообще машину что собственно нельзя делать трава расти не будет если ты будешь парковаться на своем газоне там какая собачка вышла гулять красивая но вы ее сейчас не видите сейчас может увидеть и девушка с такой красивой собакой прелесть сейчас увидите вот она гляньте какая собачка гляньте на пикнистую лошадь похоже очень старая территория здесь я даже по деревьям вижу что такое заросшее все такое заросшее опять же это утро да здесь очень много машин сервисных сейчас приехала эти кукосят траву ну вот справа от меня вам не видно а людских машин то есть хозяев машин хозяев принадлежащих хозяевам не очень много потому что на работу ехали вот эти контейнеры вот красный видите вот такой большая такая мотата железная это имеется ввиду стройка вот дом строится он такой закрытый зарешетчатый то есть отделка дома ведется и обязательно ставят вот такой вот привозят его большой машиной такой большой контейнер ставят его для строительного мусора и в потом когда стройка заканчивается его оттаскивают опять же этой специальной машины строительная эта фирма бригада которая строит дом оттаскивает его назад то есть чтобы строительный мусор не разбрасывался вокруг специально с собой начиная фиксировать фиксировать да ну ремонтировать фикс фиксировать дом всегда привозят вот эту большущую большущую как вагон выглядит большая железная такая емкость в которую бросается мусор вот но здесь уже получше ленте у него лодочка такая красивая вот здесь уже как-то почище у них не так заросшее такое все вычистили обрезали все вот такой домик голубой стоит на воде лодка у него есть наверно там опять ящики с этим с мусором вот здесь вот видите контейнеры такие это бумага там для утилизации мусор для пищевой он никогда в открытом контейнере не ставится это вот все для утилизации бумага бумага там я вот смотрю что всякие газеты журналы картонки и прочее мусор вот здесь банки а мусор да ой господи лень как он выехал так резко на меня мусорная машина господи как он резко на меня выскочил еще задавит мусорная машина а вот а мусор пищевой в пластиковых пакетах это высоких контейнерах люди выносят и вот я вижу по мусорным контейнерам что видно сегодня не день для пищевого мусора только для утилизации что люди поставили эти маленькие контейнеры на свой на конец своего участка чтобы их забрали вот так вот вот так вот вот так ну вот это что хочу сказать по этой улице не не больно то она да на воде дома дорогие будут но это не закрытая территория security здесь нет в смысле при въезде а вот вычищенный такой очень так вот ну людей с деньгами с большими я здесь вообще не вижу да и по машинам как-то я вижу что так это вот простенько все поэтому средний класс живет самый-самый что ни на есть средненький люди там я там знаю продавцы может какие-то мини-инженеры мини-бизнесы мини-мини-мини это доктора здесь не селятся это вам точно говорю и эти адвокаты тоже вот ой деревья какие красивые расцвели вот под деревом видели до контейнеры собранным мусором с этим собранной бумагой у нас сейчас еще проеду вот так вот здесь кудесак здесь вот опять в опять около почтовых ящиков видите вот эти вот контейнеры люди есть конечно с ума сходят вот это вот это я про них говорю вот там опять опять поставили заберут обычно забирают всегда в 12 часов дня вот так вот сейчас 11 часов дня вообще мусорные машины в америке ездят вот где-то с 8 до 12 и при том она вот эта машина же проскочила я говорю меня чуть не сбила красная она собирает мусор в несколько раз проезжает по улице то есть тебе не обязательно 8 утра вставать это вообще это не нужно она проводит проедет 8 она проедет в 10 она проедет 12 по твоей же территории вот так вот они крутят 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 и собирают мусор вот и тем более компании разные не одна по улице то есть ты будешь выбрать одну компанию если тебе что-то не нравится она очень а ну там еще как то есть подразделяются по каким дням например понедельник четверг либо вторник там пятница вот так вот вот на неделю делят на на 2 обычно два раза не собирают если тебе неудобно вот так вот но люди по-разному работают кто-то там я там знаю кто там воскресенье всякие вечеринки имеет ему лучше мусором в понедельник чтобы забрали потому что он там я там знаю по выходным очень много готовит например да вот так вот вот а про вот это сбор бумаги да вот который сейчас вы видите ну вот они стоят вот эти видите два маленьких контейнера и картонки внутри а это сейчас проедет по это почтовая машина мимо вас вот она опа поехал и так сейчас привык сама себя здесь лодка зачехлена а вот здесь сейчас будет трейлер не трейлер мотор хом мотор хом только старый ленте у него передок какой ободранный чё такой ободранный ему надо это или он грязный просто грязный наверно мотор хом дом на колесах до мотор хом очень удобная вещь там все там даже внутри есть и кухня и газовые плиты все встроено все прикручено стиральная машина сушильная машина маленькая душ там есть все в этом мотор хоме и раздвижные такие панели по бокам в которых люди спят ну вот раздвигается делается шире этот мотор хом да и это самое и стоит он дорого мы с хазбангом смотрели помню был бы уж не стоил 60 тысяч долларов а новый стоит 120 и 200 и по до миллиона разные но минимум цену я видела вот 60 очень нормально очень прилично выглядящий внутри чистый классный так отклонились от темы значит что рассказывала то сейчас про а про контур картон китайте да вот ну вот вы видите вот тут синяя с пластиком и жестяными батками и еще парочка нам с бумагой достает с картонками обычно коробки они туда все собирают значит люди конечно дуреет но и но такие непорядочные понимаете собираются что у нас в доме не собираем мы я не знаю даже по многие не собирают не только мы я даже не знаю почему по какой причине но сейчас опять будет наша красивая собака идти на пятнистую лошадь похоже вот она вот но даже не знаю почему по какой причине у хазмата надо ну наверно много проблем с этим чтобы собирать куда-то откладывать опять же эти за картонками не приезжают не каждый не два раза в неделю я имею за вот этим мусором который на утилизацию идет а там ну я не знаю но может быть две недели раз это значит что это значит мне надо собирать и не выбрасывать это значит дома мне надо отдельный коробок складывать бросать ну да люди ставят в гараже там вот эту коробку свою и они значит туда сбрасывают бросают но не знаю это конечно немножко неудобно для меня да еще я русская и в общем вы меня поняли со всеми вытекающими подробно но но не только это и муж что-то он как-то никогда не заикается насчет того чтобы собирать а у меня есть подружка у него муж немец но он живет в америке и родился по-моему здесь да или в германии родился неважно короче очень давно всю жизнь живет в америке но но он а ну значит если он видит что она обрезала ножницами вот что-то там она вырезает и ножницами из листика бумаги тетрадного обрезала полосочку в один сантиметр и она носить ее выбросила в общий мусор он значит так кричит и говорит ну почему ты это значит не положишь бумагу ну то есть это немцы со своей вот цвет его скрупулезностью аккуратностью а иначе назвать конкретнее и понятнее жадностью что имеет место быть и они значит очень 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 вот так вот к этому относятся вот но в общем я не хочу я чтобы меня толкали выбрасывать все ленточки бумажечки которые я обрезал обрезала а и он горит вот развернув конфеты он никогда не бросит бумажку в общий мусор от конфеты он обязательно ее бросит вот или вот этот вот или зацию смотрите какой дом на воде стоит так пальмы пальмы раз два три этажа на первом этаже гаража два и туда на воду смотрит красота неописуемая так маленький дом сосед вот такой вот вот такой сосед бедный их сосед 2 такой богатый но это не значит бедный или богатый если живет пара им не надо детей нет зачем им большой дом вот еще один большой дом потом есть люди живут еще очень многие конечно переезжают в америке очень много лодка какая-то большая переезжают в америке часто и много люди народ переезжает это да но есть пожилые пары которые живут всю жизнь в этом маленьком своем доме и когда они начинали жить здесь 70 лет назад да вот родились они то эта улица и выглядела так вот с такими маленькими домами а потом значит она эта улица типа превратил ну кто-то до поднял выше на своем фундаменте сделала либо разломал его перестроил вот так вот так ну и мне вот так вот сейчас я вот так вот раз развернусь я наверно уже здесь есть дела опять сейчас вам будет видна это почтовая машина проскочит вот она я уже наездила здесь вот этот дом на продажу вот этот маленький стоит но я уже не ой сзади меня машина надо побыстрее ехать вот еще одна лодочка наверное я уже здесь ездила сейчас надо выезжать с этой улице голубой да видела я уже вот этот голубой дом да сейчас мы повернем и едем отсюда да 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 мотор хом справа от меня сейчас вот так вот speed limit здесь скорость ограничение скорости speed limit speed это скорость на английском 5 5 миль в час написано иногда на таких побольше улицах написано 15 но это же имеется ввиду чтобы никого не сбил вот но люди кто здесь живет они конечно мотают и побыстрее потому что они знают здесь все поворотики поэтому им не страшно опять и приехала сюда же это красивое дерево но делать нечего потому что здесь колдисак здесь нет выезда вода 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 везде вода из справа от меня вода вот так вот все выезжаем из этой улицы поехали да так вот тема про ватер мотор хом нормальный не ободрана ой красавец какой-то я быстро проскочила жалко про замужество насчет американцев до американец американцу розни люди с разными опять этот мотор хом который ободранный обон или грязный он не по-моему залеплено ржавое что-то непонятно сам главное нормальный сзади новая конструкция а а бампер весь какой-то покорежный ам про американских типа мужей да вот человек человеку то есть разные они здесь все и ну как во всех странах безусловно еще от человека зависит но если в нашей стране в основном как-то национальность то у наших людей одна вот даже независимо кто он там каких он корней украинских белорусских корней откуда там он все равно как-то у нас менталитет один то здесь вообще а здесь и настолько разные все люди и соответственно мужья эти разные мужики за которых дамы значит наши выходят замуж вот что просто так куда я так наверное я поеду вот настолько разные что вот вам и немец ой боже какой дом так все я замолкаю снимаю шляпу боже ой он дан на продажу этот дом так говорю сразу три миллиона долларов он стоит не меньше раз два три этажа боже какая красота да еще на воде а рядом сосед какой бедный да смотри у него у него внимание у соседа дом сейчас а он наверное меня ждет нет у соседа дом такое где-то наверное на 200 метров квадратных он не маленький у соседа дом по-русски вот приехал косить траву на белом троке посмотрите вот его оборудование видите вот эти вот всякие машинки которые подстригают траву вот ой это как вот пинта не пентагона этот как тюрьма прям белая там дом дом вот а здесь вот опять про что я говорила контейнер вот этот большой красный видите куда строительный мусор бросается и здесь человек строит дом вот 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 и на контейнере обязательно написано компания трог это рабочие на нем приезжают на тройке обязательно написано компания ремонтирует дом облицовывает что ли вокруг снаружи так 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 ой красивая пальма и вокруг вот эти вот кустарнички да очень красивая здесь территория тоже мне всегда видна вот по растениям если они такие выросшие вот эти все пальмы я знаю что все-таки они пальма растет медленно она не быстро растет их вот покупая или строят дом люди уже вкапывают готовую покупают да и то она приживается долго потом же убирает вот эти вот деревянные стропила она начинает приживаться и вырастает но это не быстрое дело поэтому я как то это я уже вижу по растениям что улица старая вот старая дома оляньте вот этот дом да вот голубой очень старый такой старый старой-старой-старой постройки. Так, ну что, поедем еще вот сюда сейчас, посмотрю. Кущи, кущи. О, заросло у человека. Господи. Хоть топор бери, да прорубай все. Очень неухоженная территория. А вот мусор разделяет, видите, не то, что я. А мусор делит напополам. А, нет, это не он, это вот этот дом. Тот дом был заброшен. Вот ветки у человека лежат на улице, он их выбросил. Конечно, разные люди с разным, со своими там тараканами в голове, поэтому кто-то поаккуратнее, кто-то не очень аккуратный. Вот так вот. Так, все, выезжаем отсюда мы. Старючий. Тоже старенький домик такой, маленький, старенький. Где-то может быть так, это может быть постройка 50-х годов. Вот так вот. Тоже вот старые-старые дома стоят. Старые-старые дома. Но иметь во Флориде вот такой домик, да еще недалеко от моря. Сейчас мы выйдем к морю. Я вам покажу это. То есть впереди моря вам просто не видно. Или вот сейчас вот так вот я крутну. Вот сейчас вы видите проход к морю. Туда, вот туда, туда. Вот полкилометра вот туда вот. Прямо и будет море. Вот. Опять здесь такие старые домишки. Но опять и на газоне машины. Это вообще. Вот видите улица. Ой, ну это вообще какой-то мутелл или что-то. Вот там вроде на ножках. Опять на траве паркуют. Видно, с гаражами туго. То есть гараж-то есть в каждом доме, но видно не хватает. Потому что, а если кто-то приехал, куда его ставить, этого человека? Некуда. Ну здесь уже вот это, по-моему, на типа мотеля или на несколько хозяев. Я смотрю, вот двойной гараж раз. Двойной гараж два на две машины. Двойной гараж три. Четыре. И пять вот там. И еще и шесть. Все. На шесть хозяев здание. Это тоже какая-то маленькая гостиница. Так, а ну сюда. Закрутим сейчас. Длинное здание. А, ну это какая-то тут что-то такое. Это не жилое помещение, по-моему. Да, так вот, когда я приехала, мне очень было здесь вот как-то, ну немножко думаю, ой, какие дома плохие. Если вы поедете по Америке и в других штатах, ну не везде, не во всех. Все равно есть очень улицы классные. Такие они модерновые. Они не такие старые вот это вот все, как здесь, знаете. Не старые постройки. Но погода там другая. Климат там другой. И, соответственно, кто любит жить где-то, где погода как почти что, как в нашей России. А кто любит, конечно, где море, где красивые деревья, пальмы и прочее. И кто такая, это ваша покорная слуга. Мне очень важно вот жить в какой-то вот такой вот красоте, знаете. То есть даже не иметь, огромное помещение для жизни. Гляньте, несколько почтовых ящиков, да, вот для вот этого жилого дома. Господи, что-то такое тоже здесь, такое не очень оно опрятное. Здесь какое-то все. Вот вам джетский. Джетский – это мотоцикл водный, один и второй. Да, так вот, мне, например, важно жить, ну, бросать взгляд на природу, которая красивая, понимаете. Вот такая южная, экзотическая. Мне это очень нравится. Вот. Я вообще бы себя во дворе посадила бы в пальмовый лес, но никто этого не делает. Ну, вот я бы собрала пальмы. Вот банановые пальмы, вот эти высокие. Кажется, это бананы. Да, бананы, вон там бананы были. Вот. Так, так, а здесь на велосипеде едет девочка. Ой, это моет улицу, что ли. А, там что-то это самое. Все, впереди этот, какая-то моющая машина, и она льет воду, я объехала. Так, вот вам старая, престарючая такая, Флорида, такая она, несчастная, бедная. Стоимость домов здесь сразу скажу. Ой, вот этот вот, как по-английски, писовщет, кусочек дерьма. Значит, вот этот писовщет стоит до тысяч, может, сорок, тридцать. Так, все остальное, но здесь вот, не знаю, это мотели, может быть, не будем это рассматривать. А, жилой дом, сейчас. Жилые дома, вот мы проезжали там по три, миллиона, да, которые я говорила, но тут вообще, конечно, запрет, ну, лэфтер, а, окей, запредельная территория. А вот, такой вот, гляньте, хорошенький домик ухоженный, с бассейном. Бассейн, дурацкая картина нарисована, вот там зеленая. Здесь очень часто, вот мне, я вижу, что люди, какой-то художник, не художник, а сам себе нарисовал эту картину, чертте что. Ну, неважно, вам, может, она не видна. Это бассейн, вот там голубой и красный домик. Ну, он будет стоить, наверное, 220-250 тысяч долларов, вот так вот. Так, что здесь у них еще есть? Ну, значит, опять домик с бассейном маленьким. Это же мы внутри заехали, да, бассейн, вот там малюсенький домик. И этот будет, может, 180 стоить. Вот этот вот серый, выше, больше и большой, но этому 350-400. здесь есть теннисный корт у них есть. Сейчас мы развернемся здесь на Малой площади, потому что я опять заехала на этого мужика, который воду там, что-то он там вода льется, водопровод, что ли, ремонтирует сейчас. Во всех домах, безусловно, есть туалеты, безусловно, есть души, и не один. То есть, ну вот в том малюсеньком-малюсеньком домике, который, я говорю, 40 тысяч долларов, может быть и один туалет, а вообще по два и по нескольку, безусловно, на каждом этаже, это как правило, если дом, вот, но обычно в большом доме, ну вот как у нас, у нас сколько там, я их никогда не могу посчитать наши, раз, два, три, четыре, у нас четыре унитаза, получается, и три ванны, у нас четыре унитаза, три ванны и джакузи, вот так вот, это в двухэтажном доме, в двухэтажном доме еще будет больше, вот, так, опять с бассейном, вот дом, да, бассейн маленький, бассейн, кто любит, кто нет, значит, на бассейне, есть правило, когда будешь строить, и вообще, я не знаю, кто это проверяет, наверное, какая-то инспекция проверяет, калитки твои должны быть закрыты, то есть, если вдруг, не дай бог, какой-то соседний ребенок, либо животное, даже животное, зайдет на твою территорию, и пройдет сквозь бассейн, случайно, оно может утонуть, либо ребенок, либо животное, поэтому твои калитки должны быть закрыты, там есть какие-то правила, ну, то есть, должны быть такие, чтобы их не перепрыгнул, значит, она была закрыта, но есть там какие-то свои эти, вот, так, а ну-ка, если я поеду вот сюда, сейчас прямо, и припаркуюсь на 3 минуточки, вот как они здесь паркуются, я покажу вам море, в довершение, под конец своего, неинтересного рассказа сегодня, нет, нет, вот тетенька выезжает, вот так вот она выезжает, а вот так вот я, о, так здесь заняли парковочное место, вот вам и здрасте, вот вам здрасте, парковочного места здесь нет, а чё ж, всё занято, около моря, хотела море показать, какое оно здесь красивое, сейчас, что ж такое, мамаши с детьми на пляж идут, нет парковки, нет парковки, ну ладно, а вот здесь вот что-то, ну вот он без пола, так, 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 ещё один едет, идиот, тоже такой же, как я, сейчас посмотрит, и опять проедет, вот он, около пляжа, конечно, тяжело парковаться, то есть не, не всегда получается, так, сейчас посмотрим, как тут, вот так вот, всё, поехали, здесь периодически есть платные парковки, на приближной территории, вот это вот частные дома, вы видите, ну вот здесь уже точно живут миллионеры, и миллиардеры, и у которых, может, не один этот дом, а несколько, вот, это уж я вам точно говорю, так, а ну-ка, сейчас мы вот сюда свернём, вот так, потому что трафик сзади, делают ремонт, делают ремонт, или они все разгребли, разгребли, маленький экскаватор, да, ещё техника, я когда приехала, меня поразила ещё здесь техника, ну вот строительная в Америке, вот эти вот, ну дома, кто ремонтирует, да, это же вот здесь узко так всё, да, на малой территории, очень много таких вот красивых, таких машинок, таких маленьких экскаваторов, маленьких тракторков, тракторков, маленьких, которые вот ремонтная работа, такие маленькие осуществляют, вообще, мне так поразило, думаю, ляусь, какой маленький трактор, какой маленький ковш, у него экскаватор маленький такой, всё такое маленькое, Некоторые красят, конечно, дома В какие-то очень ядовитые цвета Правда, такие вот ярко-желтые Так Красиво здесь Вот здесь почище улица Вот видите, улицы недалеко друг от друга Какие-то там пару километров И улицы разные какие Вот от этого будет еще и стоимость зависеть Вот здесь ухоженное все Подстриженное все Красиво все сделано Профессионалы нанимаются Потому что сам все не успеешь Если ты работаешь Люди многие делают сами Я когда приехала, я помню, еще поражалась Думаю, боже мой, в таком красивом доме В таких больших домах живут Они же должны быть богатые Что ж они сами выходят с этими косилками И косят сами траву Оттого не понимала, что они обыкновенные люди Работающие здесь То есть, ну Ну никакие они по американских меркам Не супер богачи Просто здесь народ Вот косилка тоже машинка Да, вы видите Вот Просто народ живет лучше нас уровнем Поэтому, ну что ж он будет там тратить Если он сам в силе И у него какая-то сидячая работа Все время ему Сласть с этой машинкой С подстригательной И походить Вот Но меня это поражало Мне все время казалось Что если вот в таком доме большом живет У него должна быть прислуга Как вот по русским меркам Да Ничего подобного Здесь прислуги красивые цветы Ну эти вот кустарники ухоженные красиво Да Здесь Ничего подобного Значит Насчет прислужнической Этого сервиса Да, прислуги А здесь не прислуга Здесь клин сервис Вот он Договариваешься С клиновой компанией Чи-Чи Которая по уборке домов И она приезжает к тебе Периодически Или это частник человек Или эта компания Периодически приезжает И она Этот Моет тебе Все Вот И все То есть прислуги Такое Что принеси подовыбери Нет Конечно Это у очень больших людей Может быть Такая прислуга Сейчас я нарушу все правила И вот так вот Я приехала сюда 6 перин Так Написано Но паркинг Ну а я заехала Сюда Вот вам Я нарушила Но я хочу просто посмотреть Море здесь Какое красивое Сейчас Покажу просто Вот мы ездили с вами Вот там Вот по территории Да Ну вот там Вот там Вот там По этим домам Я показывала Так Припарковалась Я здесь незаконно Все Везде написано Не парковаться В течение дня Вечером можно И утром рано можно Но Значит Ну нарушу Ну никого же здесь нет По коленде Какая трава Как ковер Как ковер Пострижена Мягкая такая Классно Здесь очень хорошо Так И сейчас мы выйдем С вами на море Пальмочки Ой пахнет Скушенной травой Люди Люди Башмаки Кладут Вот так Вот видите И пошли на море Разбросали И пошли на море Ой боже мой Какой здесь пляж Классный Слушайте Вот я тут Не была никогда Как красиво Как Ой море Какое сегодня Боже Какое сегодня Море красивое Обалдеть Но в песок Я дальше Наверное Не пойду Ой Какая красивая Вода Вообще Люди Вот там Купаются Птички Белые Летают Наверное Это пляж Принадлежащий Этим домам Которые Здесь Да Точно Здесь пляж Принадлежащий Домам Ну чё ж Не пойду Если хочется Пойти В воду Ой Какая красота Да Ну просто Прелесть Белый песок У нас Всё Здорово Так Не пойду Я не собиралась Сегодня Купаться Всё Пошли Я надеюсь Вы поверили Как здесь Красиво Так И здесь Есть Вот Лавочки И вода Для Вон Синий столб Да Фонтанчик Для ног И для тела И лавочки Можно посидеть Вот И это Частный дом Такой длинный Да И за таким Большим забором Но это забор Потому что Здесь Парковочная Территория О боже Какая красота Ой Ну вода Вообще Прелесть Или пойти Искупаться У меня В машине Всё есть Ладно Подумаю Всё До свидания Господа Счастливо Пока Счастливо Счастливо